Поехали Я коренной житель Магнитогорска. Мама работника ММК бывшей. Работала она на коксохиме. Токарем 37 лет. Работала до ухода на пенсию. Вся семья связана с ММК. Дедушка трудился на ММК. Тетя работала на ММК. Дядя работал, как сейчас принято, в обществе группы. Тогда ее жил электромонтаж. Вся семья была практически связана с ММК. Когда встал, вопрос о том, как выбрать профессию, немножко перебрал. Вообще стало влечь вот эта электрическая часть. Стало привлекать возможность управления этой энергией. Поступил в училище. Закончил. Попал в парасиловый цех. Уже в 79-м году я начал трудовую деятельность здесь. И вот до сих пор, можно сказать, неразрывно с ней связан с парасиловым цехом. За тот огромный период, который прошел с тех пор, как я вот устроился, на ММК, конечно, просто скачок произошел. Если проанализировать, от какого оборудования мы начинали и к какому сейчас пришли, ну это огромное просто расстояние. Начинали с простых схем. Сейчас мы уже все управляем. Сидят операторы с компьютера. Были тогда простые релейные схемы. Да, и комбинат обновился здорово. Если посмотреть, как это было, мы обслужили оборудование, которое за мартыновскими печами было. Что сейчас и что было. Ну, конечно, это очень большие изменения. С супругой мы познакомились на вечере. Тогда проходила ее знакомая, ее сестра пригласила ее на этот вечер. Меня пригласили друзья, и вот как-то мы так с ней пересеклись, познакомились. Завязалась дружба, которая в дальнейшем переросла в большее чувство. Сын подрос, закончил ГТУ. Тоже выбрал профессию энергетика. И попал тоже в парасиловый цех, так уж получилось. Ну и потихоньку вся семья собралась здесь. Чем дальше, тем мне больше нравится моя профессия. Как-то она меня затягивает. Так что, нет, не сожалею. Отец был электромонтером в парасиловом цеху. А мама на тот момент работала крановщиком. Отец часто, помню, вызывали на работу. Вплоть даже по ночам приезжали за ним. То есть, если случалась какая-то ситуация аварийная, скажем так, на работе, в буквальном смысле забирали, из дома приезжали. Возвращался утром. Особо я даже не знал, если честно, куда направиться. Подсказал отец. Подсказал по специальности. Предложил теплоэнергетический факультет. Потому что за теплоэнергетикой всегда будет будущее. Тепло нужно всегда. Электроэнергия нужна всегда для движения любых механизмов. Закончил в 2007 году. И сразу после окончания получения диплома трудоустроился на ОАО ММК тогда еще. В парасиловой цех к отцу. Устроился на рабочую вакансию машинист-обходчик по котельному оборудованию. Ну и с этого и начал свою деятельность. Первые впечатления, конечно, были. Производство выглядит вживую совсем по-другому. Не как чертежи, картинки в учебниках. Здесь все более масштабное. Один из последних значимых проектов, реализуемых в парасиловом цехе, это строительство и запуск в работу бустерной существующего участка котельной А4, которая до этого работала на топливе природный газ. И после строительства бустеров мы имеем возможность теперь использовать коксовый газ для сжигания на котлах и получения попара в дальнейшем. Даже спустя 15 лет интерес не затих. Каждый день, как каждая смена, несет новую задачу, которую необходимо решать. Иногда, даже импровизируя, не только по инструкции, по регламенту, что что-то иногда приходится свое привносить. Мы местные, да. Мама у меня была учителем химии сначала, потом ушла также на комбинат работать, работала в лаборатории. Папа у меня строитель. Также на комбинате, тут строительные площадки какие-то, что-то тут цеха, все это он тоже тут прошел. Комбинат-то у нас всегда был как бы на первом месте. И другого не рассматривалось. Если я, допустим, хотела быть хореографом, то как-то меня направили на это. Идти в МГТУ поступать по профессии. Ну, я выбрала профессии разные. И строительные, и химико-металлургические, и машиностроительные. Проходила везде по баллам. И почему-то захотела, вот я именно, это мне ближе было, механический факультет, который закончила. И пришла работать. Пришла сначала, устроилась контролером станочных слесарных работ. И спустя уже какое-то время пошла на инженерные должности. В Батист, это было в 2011 году. И по сей день работаю. В мои обязанности входит оформление документации, подбор персонала. Я выхожу в цех и смотрю, чтобы работники были на своих рабочих местах, находились, занимались именно трудовой деятельностью, а не сидели в телефонах. Снимаем мы хронометраж. Это мы засекаем время, за какое время работник изготовит ту или иную деталь. Ну, вообще, мне моя специальность очень нравится. И я, на самом деле, я люблю и работу свою, и как бы не жалею абсолютно. Мне нравится. Я со своим будущим мужем училась в школе, в институте. А спустя какое-то время мы встретились у общих знакомых и как-то друг на друга посмотрели иначе. И всё. Я считаю, у нас настоящая семья, потому что мы очень все близкие и как бы, ну, дружим все друг с другом. У нас нет ссор, нету каких-то там передряг. Мы все очень дружим как с одной стороной, так и с другой стороной. Наверное, вот это вот и есть семья. Закончив один из классов, поступила в Моготогорский государственный университет. Закончила дошкольный факультет. Работав воспитателем пару лет, не понравилось ни моё. Встал опять выбор работы. Работы как бы в Магнитогорске не так много, но выбор не очень большой. Ну и тут мне папа как бы предложил, что можно устроиться на комбинат. То есть отучиться, персонали, получить корочки и вот эти 10. Это было в 2012 году, получается, это уже будет 10 лет, как я работаю на комбинате. После вуза, как бы, в принципе, это нормальная сваебочная информация. Ну, было немножко, конечно, ну, то есть кардинальная смена профессии, как бы, педагог и комбинат. То есть, конечно, здесь, ну, всё по-другому, какой-то режим. Ну, помогали коллеги, потому что, ну, прям, ну, реально помогали. Как бы мы готовим воду, продукт, который идёт дальше по комбинату, то есть на котлы, то есть, да, мы здесь следим за жёсткостью, чтобы потом дальше оборудование там не выходило. То есть, как бы, по важности для комбината, да, это важно. В отношении родителей, это, можно сказать, эталон, как бы, для меня, потому что, ну, вот, взаимодействие, как они там с друг другом общаются, там, взаимопонимание, взаимовыручка. То есть, да, как бы, я бы хотела бы, чтобы в моей семье тоже, ну, там, вот это царило, как бы, атмосфера. Да, я родилась на Бутагорске. Папа работал также на комбинате, он лет сорок, наверное, даже папа еще отработал в основном механическом цехе. Мама тоже работала на комбинате, она в бухгалтерии была. Закончила школу, пошла в училище учиться. На крыльщика я на мостовой кран училась, поработала. Ну, потом вынуждена была в дом управления перейти по семейным обстоятельствам, чтобы ребятишки были под присмотром, были маленькие, в школу провожать. Потом я в пятом году попала на комбинат, вот, меня муж пригласил. Ну, это, во-первых, стабильность. Это и заработок. Очищаем водичку. Ее исходную воду нам подают ее насосами. Мы ее мучаем, осветляем и даем потребителям химочищенную воду. Ну, с супругом мы познакомились 38 лет назад. Живем мы уже с ним 37 лет назад. В браке живем. Познакомились мы на вечеринке, на 8 марта. Это было накануне 8 марта. Он очень видный парень. Побрался сразу. Мы с ним год продружили. Мы издавали предложение. И с тех пор, ну, как-то всегда душа в душу у нас теплые отношения. Глядя на сына, там, на дочь, у меня даже какая-то гордость, что сын начальником смены работает. Также и о дочери тоже. Ну, хорошее мнение они, старательное такое. Уполняет все. Не подводят они родителей. Редактор субтитров А.Семкин